Мы начали говорить про то, что вы сказали, что «Газпром» скоро переедет вообще за границу. «Газпром» переедет скоро за границу, если будет принят закон, который внесло правительство, и который уже принят в первом чтении, и все это сделано по команде МВФ. Этот закон называется «Международная финансовая отчетность». Международная финансовая отчетность – это обязательная отчетность для российских предприятий, включая ГУПы, чего раньше не было, оборонные предприятия, «Газпром», крупные предприятия и все остальное. То есть предприятия, нощащие крупный характер. Раньше эту отчетность исполняли, то есть она была важна добровольно для крупных предприятий, которые выходили на международные рынки, IPO и работали на международных рынках. Теперь она обязательно будет для всех российских предприятий. Но для «Газпрома» в том числе она была обязательно, так как он… Нет, нет. Почему? Он же на международный рынок все равно. Нет, нет, он не проводил. Нет, речь идет не о продажах, речь идет о рынке ценных бумаг. То есть «Газпрома» это было не нужно. Кроме того, это раньше носило добровольный характер. То есть то, что что-то я делаю, что-то я не делаю. И инвесторы на международных рынках ценных бумаг как бы оценивали свои инвестиции с точки зрения вот этих показателей. И, соответственно, компании, у которых эти показатели международной отчетности выполняли, а сто инвесторы как бы к ней были более благословно, вкладывали туда деньги на международных рынках. «Газпром» частично… Это более прозрачные компании. «Газпром» частично это выполнял. Теперь это будет, если закон будет принят, обязательно для всех компаний в России, крупных компаний, включая государственные. Раньше государственным было по барабану это все «гупом». Теперь это будет обязательно. А что это такое? Это система международной финансовой отчетности порядка 65 порядков, в каждой из которых вот такая книжка. То есть теперь вот 65 томов вот таких вот документов обязательны для исполнения всеми крупными российскими компаниями, включая госпредприятия, оборонные и так далее. А что там заложено в этих книжках, которые обязательно… То есть представляете, теперь директор приходит, у него появляется вот такая стопка обязательных для исполнения документов. Там заложена, ну, например, кадровая политика. Нельзя быть руководителем компании или бухгалтером, или другим должностным лицом, там целый ряд. Нет, если ты не имеешь международный сертификат. То есть наши руководители оборонных предприятий, которые делают подводные лодки, танки, поедут в Америку получать международные сертификаты. Либо не получать. И в этом случае они будут заменены на других, которые будут делать меньше лодок или, значит, танков. Понятно же, да? Дальше. Значит, это иностранные юрисдикции. То есть они должны будут не признавать российский суд, а в своих договорах прописывать, и вообще это касается договоров всех, прописывать, допустим, лондонские суды. Тоже логично, потому что лондонский суд с точки зрения международной финансовой отчетности более надежен, чем тамбовский, например. Это понятно, да? То есть, а это прямой путь уже к иностранному юрисдикции и к иностранным офшорам. Это понятно. Кроме того, забудьте про всякие МОП-резервы, которые явно противоречат международной финансовой отчетности. А даже не только это важно, а то, что мы даем власть господину Хугарвисту, а Хугарвист это руководитель Совета международной финансовой отчетности. Это американский гражданин, банкир, Банков Америка бывший, который возглавляет вот этот совет и который теперь получает право издавать бумаги на русском языке, обязательные для выполнения российскими компаниями. То есть, если Газпром не выполнит бумагу за подписью Хугарвиста, то руководитель Советского Газпрома попадет в тюрьму в России. Вот так вот. Потому что это теперь обязательные документы, как, например, решение правительства, в части, касающиеся. И теперь господин Хугарвист будет начальником для всех российских предприятий, включая Газпром. И какой он 66-й порядок придумает, мы не знаем. Там может быть написано все, что угодно. Закон говорит, Хугарвист теперь начальник, выполняйте все его приказы. А Хугарвиста теперь в штате Делавера, там располагается организация, будет канцелярия на русском языке. Но считайте, вторая канцелярия правительства. Вот простой такой понятный закон. Ну зачем напрягаться в российскому правительству, если есть господин Хугарвист, который готов все это делать? Работать на Россию и все делать для России. Причем, кстати, решение господина Хугарвиста и международная финансовая отчетность для США не обязательно. То есть она обязательно только для России. То есть работает господин Хугарвист по американским законам, по законам штата Делавер. То есть все его порядки, они согласованы с американским правительством. Само американское правительство не обращает на него никакого внимания, потому что для него этого субъекта нет, как правового поля. А российское правительство и российские бизнесы обязаны выполнять его решение. То есть это в чистом виде колониальное правительство по управлению бизнесом зарубежных территорий. То есть уже правительство переезжает в Америку. Да, отсюда переезжает... Причем с куда большими полномочиями. Потому что у Медведева, например, таких прав нет. Давать предприятиям обязательные команды. Им закон Медведева такие права не дал. А Хугарвесту дал. То есть считайте, что у Хугарвеста больше полномочий в части команды бизнеса, чем, допустим, у председателя российского правительства. Потому что в российское правительство по конституции не может вмешиваться экономические решения. А Хугарвест может? Никакого противоречия. То не нам санкциями вразят, а с другой стороны мы их полностью... Никакого противоречия. Мы являемся вассалом колонии с 1991 года. В результате поражения и акта капитуляции. А санкции это дополнительные формы усиления воздействия на субъект регулирования. В данном случае на российскую колонию или на российского вассала. Смотрите, вот этот законопроект уже принят в первом чтении, правильно? Да, он принят в первом чтении. Но, смотрите, если мы будем окончательно все принять, нельзя уже... Можно будет какой-нибудь такой закон провести или еще что-то, который... Ведь это стратегический момент, когда... Там строительство лодок, строительство танков, это всего-всего. Машка, это стратегические моменты? Это вы знаете... Этот закон на самом деле ничем не отличается от других таких же. У нас 4 тысячи... Можно будет смягчить? Нет, у нас 4 тысячи 700 законов таких. Только не такие... Этот просто яркий, да? Просто тупо Хугарвест становится начальником российского бизнеса. Вот по закону вот так грубо написано. Вот все. Потому что обязательно отчетность обязывает обязательные решения производить в компании. То есть он теперь может командовать российским бизнесом, предоставая российскому бизнесу указания об обязательных экономических решениях. В том числе в договорной сфере, в сфере судебной и так далее. У российского правительства таких полномочий нет. Это полномочия только у Хугарвеста. Это обычный дополнительный колониальный закон. Таких много. То есть это не то, что какое-то особое исключение. Поэтому то, что вы говорите, надо не один закон подправлять, это же бессмысленно бороться с палкой. Надо бороться даже не с рукой, которая держит палку, а с человеком, который держит, имеет руку, которая держит палку. Так вот, надо решить проблему Конституции, отказаться после этого от решения обязательных для нас международных инстанций, и после этого спокойно и целенаправленно изменить все законодательное поле, включая этот закон. Притормозить закон, наверное, можно на месяц, но потом он все равно будет принят. Вот как с ювенальной юстицией в других вариантах. Потому что задача стоит, чиновники работают, Конституция работает, значит, это просто вопрос как бы технологии времени, как это описать. Но то, что они обнаглели, это правда, вообще кирдык. Я прочитал закон, это удивительная история. Просто давайте следующим законом отменим полномочия российского правительства вообще. Зачем оно надо? Ну, напрямую, что пусть Хугар-Вест всем командует. Можно и президент, можно отменить. Евгений Алексеевич, ну, смотрите, у нас есть такая национальная компания национальное состояние «Газпром». Хотя, скажем так, она самая национальная из всех компаний, потому что она хотя бы на 50% принадлежит акции и принадлежит государству. Нет, есть и ГУПа, а ГУПа это компания на 100% принадлежащая государству. Так вот, и ГУПа теперь подпадают под обязательное решение Хугар-Веста. То есть ГУПам-то вообще по барабану лондонский рынок. У тебя есть компания вот таких вот крупных. Можете объяснить, что произойдет и какие-то последствия будут для России? Произойдет следующее. Этим компаниям теперь под угрозой Уголовного кодекса России будут обязаны выполнять все для начала 65 порядков установленных господином Хугар-Вестом. Кстати, сама Хугар-Вест возглавляет совет, о котором я сказал, в который входит по-моему 15 или 16 человек, 12 из которых являются граждане США или стран НАТО. И трое, там один китаец, один японец и один по-моему индийец. То есть российских гражданин там даже не пахнет. Напоминаю, что решение Совета не обязательно для американских компаний и для европейских, а не обязательно только для компаний России по этому закону. То есть это специальная компания, созданная для управления российскими предприятиями для того, чтобы взять власть у российского правительства, которое до этого как-то пыталось на них влиять. Типичный колониальный закон. Так что произойдет? Ну, допустим, такой крупной компании, как Газпром, ведь... Очень просто. Вот компания появится на столе у Миллера появится на столе 65 томов обязательных для исполнения. Вот 65 законов, которые подробно прописывают порядки, порядки кадрового движения в компании специалистов. Отсюда и возникает необходимость мировых и международных сертификатов, то есть в американских. То есть захотел Миллер назначить себе зама там почему-то, этот зам обязательно должен поехать в Америку или в Англию, получить этот сертификат, и тогда он только Миллер его может назначить. И, скорее всего, поскольку таких людей в России нет, это будет просто иностранный гражданин, уже готовый стоит в приемных сертификатах, все нормально. А из России человеку еще, может быть, он и не сможет, ему надо будет знать язык, то есть не просто этот сертификат получить, да еще и ты специальная система манипулированная, тебе дам сертификат, тебе не дам. Кроме того, это обязательное решение в области заключения договоров о экономической политике. Ну, например, попытка Газпрома сделать, допустим, резервы на случай чрезвычайной ситуации, естественно, они ухудшат экономические показатели и будут тут же пресечены господином Хугарвестом. А если решения Хугарвеста не будут выполняться, то Миллера посадят в тюрьму. В этом и суть этого, то есть поэтому и закон обязательно для исполнения. это будет, соответственно, в сфере налоговой Газпром будет точно меньше платить налогов в российскую казну и больше будет платить разных платежей на международные всякие системы. Да, я не буду говорить там. Он по-другому будет заключать договоры на поставки газа, он уйдет в офшоры. То есть изменится его суть работы. В результате Газпром уменьшит выплаты в российский бюджет просто, потому что платить в российский бюджет естественно, это зачем Хугар Весту это надо. Ясно, что он скажет. У нас большой процент бюджета как раз идет от таких компаний. Ну, от Газпрома много, но больше, конечно, от Невчанки, но от Газпрома тоже. Нет, но от таких крупных компаний, которые торгуют именно сырьем. Ну, естественно. Да, вот это будут платежи, бюджет будут сокращены и в целом Газпром заставит перейти в офшоры. То есть, ну, даже не в офшоры, а в иностранную юрисдикцию, допустим, в ту же лондонскую. Потому что Хугар Вест, допустим, издаст бумагу, который создаст параметры или действующие бумаги уже имеется в виду, создаст параметры, при которых Газпром обязан быть, допустим, в лондонской юрисдикции. Если он в эту юрисдикцию не переходит, а его там пока еще нет, то в этом случае Миллера посадит в тюрьму, а на его место придет другой человек, который не из тюрьмы, с иностранным сертификатом, который переведет Газпром в Лондон. Продолжение следует...